В эфире информационного канала Севастополя городские новости в студии Арсений Ковалевский. В пятницу постановлением правительства на 20% увеличен показатель прожиточного минимума в Севастополе. Приняты государственная программа социальной поддержки семьи и детей на 2015 год и пакет документов направлены на модернизацию сферы образования. Подробности у Анны Малышко. На оздоровление и отдых детей, а также поддержку многодетным семьям в городском бюджете заложено практически 90 миллионов рублей. Профильную государственную программу на внеочередном заседании утвердило правительство Севастополя. Частично она реализовывалась и в прошлые годы. В новом документе ни один показатель не ухудшен, отметил директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко. В том числе субсидия из федерального бюджета Российской Федерации бюджета города Севастополя на предоставление жилых помещений детям, сиротам и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в размере 7 миллионов 331,5 тысяч рублей и средства бюджета города Севастополя в размере 82 миллиона 663,8 тысяч рублей. Отдельный пакет постановлений, принятый правительством, касался модернизации сферы образования. Дошкольные учреждения Севастополя в этом году получат субсидии на 62 миллиона. На ремонт школьных кабинетов и спортзалов предусмотрено 113 миллионов, а лучших учителей поощрят на общую сумму 400 тысяч. Деньги предусмотрены федеральным бюджетом. Кроме того, отдельным постановлением правительства на 39 миллионов рублей увеличен уставный капитал Морпорта. Деньги пойдут на выплату долгов по зарплате, в том числе и бывшим работникам. Принятие данного постановления позволит в кратчайшие сроки, в течение буквально дней, погасить задолженность по заработной плате, подтвержденной судебными решениями работников ранее существующих госпредприятий в сфере портовой деятельности на территории города. Кроме того, утверждена и новая величина прожиточного минимума. Она устанавливается поквартально, и из этих цифр соцзащита обычно рассчитывает коэффициенты всех льгот. В расчёты на душу населения у нас 8330, в Крыму 8348, а предыдущий квартал, который был, это четвёртый квартал прошлого года, это 6356. В принципе, величина прожиточного минимума у нас вырастает, вот в этом квартале мы его утверждаем, около 20%. К увеличению на 20% прожиточного минимума, который мы сейчас утверждаем, приведёт к более высокому уровню социальной защищённости населения и к увеличению объёма средств, получаемых жителями. А в следующем году в Севастополе планируется издание региональной красной книги. В неё занесут все редкие виды растений и животных. Анна Малышка, Денис Корвель, информационный канал Севастополя. В России и во всём мире 15 мая отмечается День семьи. Во многих городах прошли специальные акции, посвящённые этой дате. В Севастополе в Центре содействия семейному воспитанию провели День Аиста. Это, по сути, знакомство потенциальных родителей с детьми, мечтающих о родном доме. Организаторы мероприятия – Управление по делам несовершеннолетних. Об акции, которая уже стала популярной во всей стране, в следующем материале. Они имеют право на семью и ждут, когда за ними придут. Рисуют карандашами маму и папу. Хотят брата или сестру, а ещё дом. Пусть небольшой, но свой. Даже знают, чем будут помогать. Виталик поступил сюда из дома малютки. Свои 13 многое умеет. Рад научиться большему, только бы в семье. Я бы помогал своей сестре, братику, если бы он был маленький или сестричке маленькой. Помогал бы маме, папе. Вышивать, вязать люблю. Копать, красить заборы. В День Аиста в Центре содействия семейному воспитанию много гостей. Самых дорогих здесь несколько десятков. Именно они уведутся с собой в свой дом этих ребят. В прошедшем школу приёмных родителей выдают подтверждающие сертификаты. За их плечами не один месяц обучения и сбора документов. С людьми, желающими воспитывать чужого ребёнка, работают специалисты. От юристов до психологов. И в день открытой двери очередь не убывает. У нас уже неплохой показатель. За первый квартал 2015 года мы создали пять приёмных семей, в которые были переданы шесть детей. В Центре содействия семейному воспитанию на конец 2014 года воспитывалось 53 ребёнка. То сегодня их уже 42. Среди почётных гостей, да, которую знают здесь уже много лет. Про неё говорят. Любовь Каракуц не просто любит детей. Готова всех их сделать родными. Сама же про себя говорит. Чужих детей не бывает. Мать-героиня увела за руку из севастопольского детдома в свой 11 детей. Вместе с кровными их у неё уже 15. Самому старшему 35, младшему 10. Я с детства убегала из дому нянчить детей в садик. Я просто в три года перелазила через заборы детского сада и вытирала сопли, нянчила карапузов всех. Ну, очень любила. У меня уже у старшего сына 8 детей и 6 из них приёмных. Усыновление остаётся приоритетной формой семейного устройства. При этом предусмотрен ряд мер государственной поддержки. Ежемесячная выплата на содержание ребёнка составляет более 14 тысяч рублей. В случае усыновления инвалида, ребёнка старше 7 лет, а также детей, которые являются братьями или сёстрами, единовременное пособие выплачивается в размере свыше 110 тысяч рублей на каждого. Плюс за детьми сохраняются все льготы, как за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Если эти дети не имеют жилья, то достижение совершеннолетия они обеспечиваются жильём от государства. На сегодня в Севастополе детей, мечтающих о семье, около 60. Школу же приёмных родителей прошли 19 человек. Ольга Деменчук, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Проблемы демографии обсуждали в пятницу на научно-практической конференции в Херсонесе. Ещё несколько лет назад Севастополь был столицей абортов. И хотя на сегодняшний день статистика уже не настолько тревожная, вопрос остаётся открытым. Пути решения за круглым столом искали врачи, общественники и представители севастопольского благочиния. Восьмая неделя беременности — это уже две жизни в одной. Та, которая меньше из-за родыша, постепенно начинает превращаться в маленького человека со своими чертами лица и реакцией на происходящее. И явно даёт о себе знать. Восьмая неделя — время, когда проявляются все симптомы интересного положения. А ещё самый критический срок с точки зрения учёных. Именно в этот период и происходит большинство абортов, последствием которых может стать бесплодие, а в отдельных случаях и гибель не только малыша, но и матери. Медицинские последствия аборта делятся на три главные причины. Это, прежде всего, инфекционные заболевания после перенесённого аборта, это механическое повреждение самой матки половых органов, ну и как третий момент — это гормональные изменения. Всё это в будущем может привести к бесплодию, собственно, отсутствию детей. Главная задача конференции — это не столько осуждение абортов, сколько направленность на то, чтобы сделать рождение ребёнка желанным. Церковь практически постоянно проводит разные мероприятия, связанные именно с семейным нашим устроением. Мы пытаемся укрепить семью как таково, чтобы дети наглядно видели, что семья у них есть. Сейчас в Севастополе родов практически в два с половиной раза больше, чем абортов. Но проблема всё равно остаётся. В женских консультациях вскоре появятся специальные кабинеты. С матерями, которые решились пойти на отчаянный шаг, будут работать психологи. Но и сейчас перед абортом женщине обязательно дают несколько дней или неделю, в зависимости от срока, времени тишины, чтобы задуматься, стоит ли избавляться от маленькой части себя и какова будет цена этого избавления. Александра Толкачёва, Михаил Волобоев, информационный канал «Севастополя». В Севастополе завершился 11-й международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». В этом году его посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На форум было заявлено 89 конкурсных работ. Участники из 25 регионов России, а также 18 зарубежных стран, в их числе Беларусь, Армения, Германия, Индия, Китай и Франция. Церемонию закрытия фестиваля провели традиционно на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Гостями и участниками стали известные актёры театра и кино, музыканты и общественные деятели. Организаторы отмечают, фестиваль «Победили вместе» вспоминает и говорит о подвигах героев. Подробнее о церемонии закрытия 11-го международного фестиваля расскажем в субботу в информационном выпуске в 19 часов. Традиционная ярмарка мёда вновь в Севастополе. Жителей и гостей города ждут на улице Пожарова. На выбор здесь более 35 сортов сладкого лакомства по доступным ценам. Мёд есть и фасованный, и весовой. В подарок каждому покупателю баночка пыльцы. Продлится ярмарка до 24 мая. Хит сезона – мёд из крымского разнотравья. Всего за 169 рублей. Рядом мёд гречишный, липовый и даже каштановый. Из всех уголков Крыма, России и Украины на любой вкус и кошелёк. Натуральный и чистый. Мёд содержит необходимые каждому человеку макро- и микроэлементы, а также богат витаминами. Продавцы консультанты правильно подскажут, какой мёд конкретно нужен человеку, для того, чтобы укрепить его иммунитет. После зимнего и весеннего времени подойти к лету, что спокойно можно было проходить на пляжный сезон. Я кацевый всегда беру. То есть он мне больше подходит, больше нравится. Постоянно, как ярмарка идёт, мы сюда приходим. На прилавках только проверенный мёд из фамильных пасек. Всё для качества, по доступным ценам. А чтобы мёд приносил максимум пользы, нужно знать несколько секретов, которыми охотно делятся специалисты. Утром оттащать чайную ложку без горки, водичкой не запивать. Можно один к одному с пульцой. И минут 10-15 нужно подождать перед едой это всё. И вечером перед сном, когда мы уже ложимся под одеяло. Также самая чайная ложка. Это два главных употребления мёда в сутки. Специалист также уверяет, мёд полезно есть и в течение дня. Он гораздо полезнее сахара. Даже небольшая ложка сладкого янтаря может сделать вкуснее привычные блюда. Есть и вовсе неожиданные рецепты. Мы уже добавляем в кофе, добавляем в салаты, делаем борщи, даже добавляем для вкусовых отношений. Как и всегда, без подарка с ярмарки мёда никто не уйдёт. Каждому покупателю баночка пыльцы в виде сладкого и полезного бонуса. На ярмарке также представлена продукция пчеловодства, перга, прополис, маточное молочко и многое другое. Пчелиная продукция – это наше здоровье, сила, бодрость, энергия, жизненный тонус. Так что приходите, пожалуйста, получите консультацию, всё подскажем, расскажем и будьте здоровы. Все эти продукты сейчас, в преддверии лета, особо полезны, уверяет апитерапевт. Кроме того, продуктами пчеловодства можно вылечить большинство болезней, добавляет она. Если проблемы с сосудиками, пчелиный бальзам у нас замечательная вещь. Укрепляют сосуды, циркуляция крови, давление стабилизирует. В галеринге есть простудные заболевания, лечим бронхи, бронхит и бронхиальный астму. Мёд – это продукт, который не портится. Многие специалисты утверждают, при правильном хранении в течение года он становится лишь полезнее. Из древности считается более ценным, чем свежесобранный. Покупатели, кажется, знают об этом. Это мёд уже с 2014 года. Говорят, что он ещё лет 5 не может, так сказать, его можно кушать. Я беру как акции. И соседки, и бабушки. Я очень доволен продукцией. Тем не менее, любителям свежесобранного мёда ждать уже недолго. Новый урожай будет в июне-июле. К этому времени на ярмарке можно будет купить молодой мёд. И, как всегда, по лучшим ценам. Весенняя же ярмарка продуктов пчеловодства торговой марки «Казацкий мёд» продлится до 24 мая. Посетить её можно по адресу улица Пожарова, 21, с 9 до 17 часов, без перерывов и выходных. Ирина Львова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И на этом у меня всё. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин